Чтобы успеть сломать О, здесь большой вопрос, куда возвращаться в команде Маус Они, похоже, решили просто пойти дальше Ну и две вышки за две Virtus.pro вполне не проще поменять Virtus.pro намекает, что сейчас будет заходить на хайграунд, если не остановится Здесь Маус До этого 2, здесь лучше не стоит Маус лучше возвращаться обратно, иначе сейчас вышка начнет проседать Ну и чем больше она проседает Тем в следующий раз будет сложнее задеваться Летят уже телепортами Возвращает она сразу Глимсом, не раздумывая НС Даже не успел посмотреть, как он там возвращает Ну и вышка на базе просто падает Ее съедают, здесь урон даже никто не получает Делят урон между вышками От вышки между собой Полетела Темперсон, но Virtus.pro, я думаю, может быть Сейчас пока что надо отойти Это было очень приятно для них разменных То есть надо сейчас отойти, спокойно телепортироваться всем Не успели убить ракету Ну и дальше можно забирать Рошана и смело нападать на бараки Уже просил рейнджовый барак 800 на нее Каждый раз проседает от крипов, барак не регенится, напомнитесь Выбрали реген в патче То есть каждый Каждый единицу урону здесь действительно на счету НС геймом, Blight of Hewn Не 3000 у него золото уже Блайт of Hewn опять начинает сплитпушить То есть накладывает Айншел и заставляет каждый раз кого-то возвращаться Возвращается Синдрен для начала Пытались Маус выйти по миду Но сразу же возвращает обратно к Дарктир Пока никак не подраться Смотрим, между прочим, сейчас Блокимбар появится буквально через минуту Башера есть уже, облогрин, надо принести Но пока что здесь Форстав несет себе НС Гирокоптер фармит, гирокоптер убивает драконов Хочет доделать себе Блокимбар Дарктир сходил и купил себе Блинкдаггер В следующий раз более уверенной будет инициация Конечно, третий уровень пока что вакуум Но там до четвертого недалеко Ну и год, где есть год 3000, 3300 у него в кармане Пока ничего не покупает, кого-то нашли Надо влетать, годы надо убивать Синдрена Вот он, Саленс дает А эту хэн добивает Подловили, они знали, что постоянно кто-то один будет отпушить лейна И этого одиночка можно спокойно убить Чем незамедлительно воспользовались Этим открывается доступ к топ-тауру Лава Брейн уже подползает Живет крипов Башер получил Ну и сейчас хватит уже на Бисл Блейд Мосс Выпускает игру из-под контроля За счет своего размена вышками В общем-то они Пострадали, еще и фортифай нажали Здесь, видимо, пытались задевать терла Это значит, что здесь бараки Никто не задевает, если сейчас туда прибежать Поэтому надо метаться по базе Как видно, мечется Маус Налево-направо То бутейн надо отбивать То на топе надо вышку спасать В общем, сплошные неприятности Ждут, когда кто-то сойдет с хайграунда Чтобы опять убить Того, кто отпушивает А крипам уже показались Лава Брейн идет, доделывает Обисел Блейд Так, ну и на Рошана В принципе На базу загнали Можно Рошан побить И потом уже Продолжить К тимфайтам все готово Даже у Кристал Мэйдена Есть уже Блокинг Бар Так, здесь кого находит Обисел Блейд, Юникорна Очень сильно его кусает Блокбрейн, ну и второй баш прокает Симберсоу просто погиб Инесса видит вард Но не знает, как подобраться Куда убить Отправлять туда Года Год сразу же эвакуируется Так, ну что, графики Давайте смотреть За 10 тысяч уже Виртус Про по золоту 7,5 по опыту Да, мало того, что пошли на поправку Уже, в принципе Виртус Про себя чувствует Невероятно уверенно На Рошана идти не торопится То есть последнюю вышку никак Не заберет здесь Блокбрейн Года тоже надо Своё слово доделать А хотя он доделал Он уже купил себе Принес Докинг Бар Тоже готов драться Видит реген Сейчас заберет Посмотрим Потрасили ману На регене Можно летать бесконечно Бутылка у него есть То есть потом Если что Куда-то влетит Так, ну это он Рошан Раз уж здесь сказали С Блокбрейн уже бежит Телепортировался Слоут освободил Продал свой Келлингблейд Точнее у него там был Телепорт некоторое время Рошан Морозит Приходит Блокбрейн Год Похоже мискликом Нажал Блокбрейн Хотел дать Оркет Целепсим Но похоже поменял местами Такое иногда случается Оркет в итоге дает Рошану Но уже Остался без 10 секунд Заряда Очень неприятно Между прочим То есть минута Сами не идут Они понимают Что опоздали Год задумался стоит Что-то продал Так, ну и смог Смог от Виртаспром Ну и пошли по ботлейну Само собой здесь Барак Полубитый На миде сейчас видят всех Можно на мид попробовать выйти На миде действительно пятеро То есть если туда бежать То всем вместе Дарксиры не стали С собой брать Что характерно То есть похоже Четыре в пять Попробуйте разобраться Дарксир просто На весь лайн шейл И сказал, что Вот он уже бежит Подходит НС первым В Райзе Блоким Барс То есть заметите То есть в Сайленсе Ему будет не страшно Это очень важно То есть Надо его убивать За дизейбл Приходит Год Год летает на Райзе Позаду его Брэйз Сразу же Абис Очень важно было Успеть его нажать Это пошло поехало Стянули всех Поставиться к Шторм Погибают люди Налево-направо Погиб Тимберсоу Погибла Пугна само собой Лайт оф Хэн здесь Пытается добить Лайт оф Хэн выживает Ну а если попался Похоже, что это минус пять Минус пять в ноль Притом Отлично Подрались в Виртуфрон Ну, самый главный момент Что Энигма не успела Среагировать Не успела нажать Блоким Барон сделал Но надо было Вместе этого Кустовать Блокол Год гейм Говорит Маус Они понимают Что сейчас им проломит Обе стороны Так, ну что ж Взрывай Атеншент Виртуфрон Виктория Давайте ждать второго матча Посмотрим Смогут ли Маус отыграться Либо же Виртуфрон Возьмут всю серию В сухую Пока что небольшая пауза До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Резерв time. Но основная проблема, пожалуй, будет Клокерк, который будет летать из ниоткуда и пытаться убивать саппортов. Вечно всем мешаться, заставить собирать их в форстафы. У нас времени уже меньше минуты. Дум. Внезапно появляется. Ну что, давайте посмотрим, куда отправится Дум, пойдет ли он фармить. Соло лейн, один на один, на сейф лейн. Либо же отправится на мид, появляется шаду шаман. К слову, не удивлюсь, если это шаду шаман для года, которому он пойдет на мид, здесь, в принципе, это вполне возможно. Конечно, можно его сделать саппортом, отдать Энессу. Но сейчас мы узнаем. Шаду шаман достаточно сильный соло персонаж, то есть, если он стоит один на один просто в каком-то мидром, в большинстве случаев, ну не то чтобы прям-таки совсем лейн доминирует, но спокойно стоит. Добивать можно эзершоком, на нем огромное количество урона. Ну и как только появляется ультимейт, все становится совсем интересно. То есть, либо вартрап делает, кого-то убивает, либо ломает вышку сразу же, напомню, ультимейт еще и бафнули, теперь 10 вардов. Банит шторма. На случай, если шаду шамана, это саппорт. В принципе, правильное решение, шторм вполне может появиться. Раста будет удерживать Мирану, пока его будут колотить все, чтобы Таня упрыгнула. Ну и последний бан, вертаспром. Понимает, что остался один саппорт. Большой вопрос лишь, кто это будет. Кто будет помогать Миране с Бэйном? Посмотрим, забанит ли вина мансера. Банит инвокера. Похоже, решили, что в одного саппорта будут играть Маус, что думал, будет джанглить. Бэйн будет единственным саппортом. Инвокер тогда мог действительно пойти на мид, сейчас узнаем. Будет ли это так, появляется виндранер. И последний пик вертаспро, сейчас узнаем, куда подержит Адашаман. Пока размышляет, как лучше сделать. Понимает, продумает, понимает, что с насколком подраться может и не получиться. Дум сразу же одного человека выключает из драки. В большинстве случаев Человека Смек и, собственно, Дарк Сира, как наиболее опасного тимфайтера. Контроля здесь достаточно много, Маус. Хоть и не самый надежный, учитывая, что есть стрела и есть шкушот. Но Клокер будет летать. Дум. Давай свой ультимейт на кого-то новый, ну и Бэйн будет держать. Так, появляется Драгон Найт. Драгон Найт для Года, то есть Смайл на Шадо Шамане и НС на Веншфоу Спирит. Разобрали таким образом героев. Так, ну что же, давайте смотреть. Вирту Спром. Страна Радиент. Лайт оф Хэвен на Дарк Сири. НС, Веншфоу Спирит, Смайл. На Шадо Шамане, Год. Драгон Найт и Стэндин Блор Брейн. Лайвстилер. Сразу же покупается Смок. Ну и с этой стороны Синдерэн на Венранер отправляется на мид. Крит. Дум. Пошел Джангл, Терайз, Бэйн. Юникорн на Миране. Есть. Оффлейн Клокер. Очень комфортно для Вирту Спроу лейна эти. То есть на всех лейнах практически безопасно. То есть на мид выйдет Год. Венранер будет конечно стреляться, но появится Драгон Блок. Появится Бутылка, все будет хорошо. Блокер Брейн на фрифарме. Против Клокерка, возможно даже будет его убивать. Ну и Лайтов Хэм, в случае чего, перетянется в лес. Мег все равно появится. Думаю, как видел, купил одно танго. Уже отщипнул его. Подарился Недрэну, судя по всему. И кому-то еще. Ну и постепенно расходится по лейнам. Сейчас будем смотреть. Как я понимаю, сейчас будет спокойный лейнинг. То есть Маус желательно получить ранний опыт. То есть пока вкачается хукшот, пока вкачается Дум. Посмотрим, будет ли Дум покупать Мекку, либо же это сделать Виндранер. Постояли на руну, но иллюзии достаются. Похоже, что Смайлу. Приходит Энесс, посмотрел на Райза. Поставил для начала центры. Райза прокликал, видишь, что один вард. Понял, что вард уже где-то поставлен. Но где не совсем понятно. На самом деле здесь, на уголочке. Вард ставится по-хитрому. Ставится за вышкой. Похоже, у Сандрея здесь будет неприятно. Показывается Энесс, побил вышку. Напугал на Сандрея. Как-то он странно вышел. Ну а здесь идет уже Смайл. Вардом прекрасно видит, он делает вид, что это идут иллюзии. Зная, что иллюзию он брал, Сандрея на всякий случай отходит. Вдруг это не иллюзия? Весьма надо перемещаться. Действительно так вот кучно со своей иллюзией. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Год получает второй, пока думает, что вкачивает. Вкачивает Драгон Тейл. Можно нападать на Сандрея на самом деле. Сандрея получает Брэдфайр. Но теперь уже угодно неприятности. Смайл заходит на хэйграунд. Угодно бутылка отпивается, отправляет обратно ее. Пока что Курьер не апгрейдит никак. Драгстир действительно отправляется джанглить. То есть на лэне ему там делать нечего. Мало ли получит. Найтмер получит стрелу. Рассказать не хочет. Так, нападает. Нападает на Сандрея. Сандрея. Буквально один удар. Добивает его Смайл. Получает все с бат. Прилетел, конечно, Рассказать. Найтмер. Смайл еще и выжил. Помимо всего прочего. Возвращается Сандрея обратно. Но здесь уже все достаточно печально. Пошли обходить Клокорка. Клокорка. Клоки поставил. Но саппорты находят невидимость. Было бы неплохо Сарю дать. Смайла, но Сарю нет. Посмотрим, как получится Сандрея убить его второй раз. Пострадает ли в этот раз Шадо Шаман. Уже больно у него мало хп. Ману очень малого года. Он ждет бутылку. Бутылка отпивается. Выходит на лейн. Получает эншил. Сандрея нас схватили. Дают стан. Смайл пока что колебал. Дайя промахнулся, но превратил в курицу. Иван Раннер погибает во второй раз. Замечательное начало для Вирту Спро. Лайт оф Хэйон даже вышел помог. Тоже опыт получил. Сам третий уровень. Ранее Рома очень успешный. Смок даже не тратил пока Смайл. У самого восемь сотен. 870 золота. Третья минута. Можно апгрейдить Курьера. Можно покупать. Смайл ботинок. Он как раз постепенно этим занимается. Ну и было бы здорово поймать теперь Клокерка. Обходит его Смайл. Находит Эйса. Схватит ли? Нет, ботинка у него не было. Сам был без смока. Не дотянулся. Курьер. Мэджик Вант. Бутылка попил Лайт оф Хэйон. Отдает обратно году. А Клокерк постепенно приходит на мид. Четвертый уровень Клокерк. То есть опыт он получал. Сходил посмотрел. Ну и спокойно ждет руну судя по всему. Так, ну что Дум? Дум джанглит. У Дума есть смок. Посмотрим как он будет ее реализовывать. Весьма интересно на самом деле. Бэйн уже прилетал на мид. Никому там особо не помогал. Делает отпулы для Мираны. Мирана фармит. Есть у нее фейсбутс. И что справа, похоже, решили пока что повременить со следующими ганками. Пока делают отпулы. Так, ну что, давайте переключим на Нетворс. Как видно, все здорово. Лайфстиллер, похоже, несет себе мидас. Рецепт на мидас. Ну и уже хватает. На Глассу хейст практически. Мешается, конечно, Клокерк. Было бы здорово убить. Не дать им получить совсем ранний шестой. Как видно, тройный отпулы здесь делается. И эйс выгоняется из леса. А здесь начинает наседать на вышку. Поэтому перемещается сюда Лайфов Хэвен. Второй ринг у него есть. Надевает на крипа Аншелл. И пока Фортифай. Было бы неплохо всех этих хранжовых крипов забрать. Второй Аншелл сейчас будет. На откатился с кулдаун. Ну и все крипы погибают. Обогащается Лайфов Хэвен. Ему это только в радость. Лейна отпушил. Конечно, половина вышки просела. То есть в следующий раз добьют. Поэтому, скорее всего, придется оставаться здесь Дарксиром. Так, ну что, по ботинку купили НС со Смайлом. Смог у них есть. Сам Год шестого, то есть будет рейнджовый стаун теперь. Саппорт стоит. Смог не тратит до сих пор Смайл. Форшот года. Год взят бутылку свою. Сейчас бутылка прилетит и что-то начнется. Нажали Смог. Год отпевает ману. Сандрен заходит за вышку. Все побежали в лес. Здесь ходит дом. Так, вот он Сандрен. Сандрен выходит. Моментально получает стан. Ничего даже сделать. Не успевает. Шакл. Спокойно. Задувает. Год убивает. Можно ломать мид. Драгонформа есть. Плеваться будет сейчас. Год вышку отравлять. Прожигать сам король за братом. Ядовитым своим дыханием. Пока что фортифайл. Можно спокойно убить крипов. Этим занимается Лайдов Хэйон. Похоже, мегка здесь появится куда раньше, чем в прошлом матче. Приходит, конечно, Сандрен. Рядом стоит и дом. Дом пятого. Нет у него ультимейта. Ну и можно продолжать на самом деле. Выходит Смайл. Выходит. Сандрен хватает. Надо нападать. Пока что вышка стреляет. Сандрен получает стан. Надо было дать ему второй стан. Но. Буквально один удар ему оставался. Яд, конечно, тикает. Но яд не смертельный. Самое главное, что вышку добили и все разбежались. Прилетела Мирана. Всех спасать дал ультимейт. Но Блэв Брейн внимания на это не обращает. У него команда пока справляется. Год невидимый. Решили, что можно попробовать еще кого-то убить. Здесь ходит дум на лоу ХП. Можно попробовать его убить Года в одиночку. И Год отправляется на приключения. Ну-ка, летать действительно ХП маловато. И очень удачно здесь зашел Год. Можно с одной кнопки просто получить скилл. Бесплатный килл. Здесь еще и Синдерен удачно подворачивался. Можно еще и Синдерен попробовать убить. Синдерену надо бежать в сторону реки. Синдерен бежит в сторону базы, получает. Стан надеялся на Винран, ну и рядом уже Шадо Шаман. Это Шакл. Откатывался Бридфайр, но не дотянулся к Хексу. В принципе, и маны на него не было. В итоге Синдерен выживает. Не стал с тектора Сигот. Он знал, что кулдаун у него там все закончились. Так, ну что, давайте смотреть, как глаз Меккой. До Мекки 7 сотен, даже чуть меньше уже. На топ опять прилетает Light of Heaven. Рядом крутится ИНС. То есть, если что, будет пытаться убивать Мирану. И переходит еще и Смайл. Купил себе ботинок. Ровно здесь убивается. Так, глава Брайна приходит и начинает его убивать. Напомню, дум поменяли, что теперь он выключает Фист. Теперь нельзя отпиваться. Крит заявляет о себе. Убил его Драгонайт, сразу же появляется и убивает в ответ благо Брайна. Ну, Virtus.pro пошли забирать вышку, судя по всему. Разгоняется ИНС. Пошел искать, кто где. Видит его крипами, понятное дело. Все крипы защищаются быстро. Ну и топ-тауэр, андроатак. Топ-тауэр сейчас погибнет весьма быстро. Можно даже Драгонформ не включать, был Года, но... Решил перестраховаться. Мало ли что, мало ли кто пробежит. Приносит себе клеймер. Ну и скоро появится Шадоблэйд, от Года просто житья не будет. Из невидимости будет давать. Драгонтейл весьма долгий стан. Ну и сразу же... Убивать. Падает очередная вышка. Ну и теперь Лайт оф Хэмн должно хватать на Мекку. Нет, не хватает. Все-таки две сотни. Ну и пошли эти две сотни добивать, судя по всему. Год все еще в Драгонформе, то есть там будет рейнжовый. Здесь Бэйн сидит в кустах. Года разогнали. Год ищет жертву. Нашел Мирану, Бэйна нашли. Отлично сообразил НС, что кто-то здесь должен быть. И сразу начинает плеваться в Тир-2. Пока есть я, до сих пор Драгонайт. Тир-2 просаживает. Вышка чуть ли не на половине ХП продамажили. Ну и улетает кто куда. Год на мид. Саппорты расходятся. Ну и здесь опять. Пытается заганкать Блэйна. Выходит Дум. Ультимейт наготове. Кукшот. Сразу же Дум. Сразу же ставит Коги. Ну и Блэйн очередной раз погибает. Такую комбинацию будут доставать каждый раз, пока он не начнет ходить со всеми. Дум доделает барабан постепенно. Ну и Клокер к восьмому уровню уже. Так, ну и Virtus.pro перемещаются сами на Блэйн. Хотят посмотреть, что там за проблемы у Блэйна. Почему у него две смерти подряд. Мека покупает Дарксир. Дум в кулдауне. В кулдауне Хукшот. То есть если сейчас кого-то найдут, может не поздоровиться. Там и Смайла, как я понимаю. Нет, все-таки нет. У него ультимейт еще. Суапа нет и Веншфл Спирит. Проходит саппорта, но прошли под вардом. Их прекрасно видели. Стан Вейса. Рядом еще Эмирана. Рядом четверо. Надо быть аккуратнее. Блэйн. Блэйн попался. Финсгрипп. НС. Получает стан стрелой. Ну и похоже это еще две смерти. Блэйн третий раз подряд погибает. Я думаю, он этому... Этим весьма недоволен. Продолжает гнать Смайла. Но он с ботинком. Есть не Аркейн Булл. Синдерлен хоть и невидимый, но никак... Не подловит его. Гот понял, что теряет вышку на ботинке, что там погибли люди. Поэтому надо пытаться размениваться, что собственно этим же занимается Light of Heaven. Заставляет сюда прилететь дома. И в итоге вышка на ботинке до сих пор стоит. Крипы подбираются уже к Сердотару. Сейчас будет информация от аннонсера, что... Надо уже и мид дефать. И пока только-только крипов подводят. Виртуз Прова, в принципе, уже готовы здесь встречать. Надо прилетать. Года, он купил себе Шедоблейд, но с маной. Все очень плохо. Да и телепортов в целом нет. Несет он. Блова Брейна. Но пока принесет, пройдет весьма много времени. Вышку можно динайть. Добивает скрипы. И Тауэр динайд НС. Год в Шедоблейде, но никого так и не нашел. Выползает Блова Брейн. Говорит, что надо ему все-таки продолжать фармить. Ну что, 12 минут. 5-4 становится счет. 3000 Виртуз Пром. По золоту. По опыту небольшое преимущество Маст. Так сделали. Невидимо. Здесь стоит Кокрок со своим кукшотом. Приходит виндранер. Замечательный шишкашот. У Смайла неприятность. Смайл моментально погибает от Брайцапа. Стан, Брайза. Блова Брейн пытается бежать. Погибает. В очередной раз. НС телепортируется. Успевает улететь. Ну а Год отходит с Сэмши до Блэйди. А это в Хэвен там просто не было товарищей с Меккой. То есть решили пойти пушиться. Про Мекку забыли. А это в Хэвен все это время пытался сломать Тир-2. И Виртус Про. Начинали замечательно. Но постепенно сдают позиции. Как-то у них. Все. Начинает разваливаться постепенно. Блова Брейн. Столько раз погибал. Что уже не знает что делать. Он только-только вот купил рецепт на Брабан. Но тем не менее. Все еще второй по Нетворсу. За счет ранних вышек. За счет Мидаса. В Смоке ходит Маус. Хотят прогнать Лайт оф Хэвен отсюда. Но здесь чуть ли не вся команда Виртус Про. То есть. Если завяжется драка. Может Маус не поздоровится. Вард стоит здесь. То есть прекрасно знает кто где. Котик Смоке до сих пор ходит Райз. Приходит невидимый год. Райз выходит из Смока. Понял что что-то не так. Стан Юникорна. Он пытается добить сразу же. Вставит Варда и Раста. Варда и стреляет. Куда-то по хребам. Миран все-таки погибает. Гот моментально получает дом. Хватает дома. Всех под Варда и Раста. Всех стягивает. Всех заливает Эзершоком. Ну в общем-то добивает. Гот все-таки напоследок умирает. Умирает от дома. Но двоих на пятерых разменять. Почему бы и нет. Блобрейн здесь. Опять-таки не потребился. Это вышка. Дополнительный фарм. Для Смайла. Ну и Смайл уже 1700. То есть не удивлюсь, если появится Блинк Дайгер в скорости. Хотя был бы, пожалуй, разумнее сделать Форстаф. Учитывая, что Клокерк. В матче. У нас уже вышка на миде проследует просто из-за крипов. И опять их начинают гонять по карте. Хоть и ганки с Думом весьма успешны. То есть каждый раз, когда Дум тратит ультимейт, человек погибает гарантированно. То, что сейчас происходило. Дали вакууму под Варды и Расты. Под его Эзершок. 320 урона дополнительных. Должно быть очень неприятно. Ну и думаю, надо продолжать фармить. Надо ему доделать Мекку. Иначе такие драки, они не смогут больше принимать. Light of Heaven. Тем временем покупает уже Блинк. Как и на Дарктир. На первом месте вырывается по Нетворцу. Перефармил Блого Брейн, который погибал постоянно. Но выжить, когда тебя ганкают Клокерк с Думом, очень проблемно. Пойнбустер все-таки покупает Смайл. Уплотняется. Готов находиться в гуще событий. Постоянно кидать Эзершоки. То есть ХП прибавилось, мана прибавилось. Есть Брайсер помимо этого. Аркейм Бут. Ну и потом доделать Агоним с Агонимом. Все станет еще веселее. На протяжении последних патчей бафли постоянно. Ультимейт сразу шаманы. Ну и наконец-то добавлю до того момента. Когда наконец-то стали брать. Блого Брейн только-только покупает свой шлем. Сандерян уже здесь. Пролетает Дум. Ультимейт на готове. Блого Брейн уже возможно не так уверен. Хочет ли он там участвовать. Однако спешит год. Год невидимости. Находит Крита. Переду моментально. Дайстанция рейнджовой формы. Начинает его заплевывать. Приходит Блого Брейн. Замедляет Крита. Получает Дум в ответ. Крит погибает. Надо отойти Блого Брейна. Надо зацелить пока Дум не пропадет. Раз находит здесь Сейсен. Находит Клокерка. Ультимейт поставил. Клокерк. Погибает. Но это вышка. Вышка падает. Сейчас от вардов весьма быстро. Плюется в нее Год. Паршот здесь. Дает Сандерян. Мег уже нажимали. Но можно попробовать еще кого-то подловить. Год пошел. Пытаюсь найти Райза. Шаду Блейден дает себе. Дополнительному спит. Плюется в Райза. Дает ему. В общем-то весь прокаст. Райза погибает. Но здесь погибает еще Сандерян. Да, мы там Стан НС. Замедлил Блого Брейн. Но это следующий Тауэр. То есть не отбежали, пока им ломали первую Тауэр. Ну и Маус послипались. Предпоследний внешний Тауэр сейчас упадет очень быстро. Фортифай не даже потрастили. При том, что дефить его не собирались. То есть это просто потраченный Фортифай. Дайя с ботом Тауэр. Гот из Дракона превращается обратно в Рыцаря и отходит. Надо перегруппироваться. Можно попробовать, конечно, сейчас убить Рошана. Но, возможно, пока рановато. Можно убить его с вардами Раста. Нажали Смок. Блого Брейн забирает Армлет. Ну и ждут, когда кто-то выйдет сюда. Ответный Смок от Маус видит Кокорка. Кокорк моментально получает станд. В общем-то, все в него сдают. В общем, важно Кокорка убить. Не добивает его Блого Брейн. Раст хватает Мирану. Вместо этого получает Финс Грипп. Но здесь приходит Крейп. Влетает Кокорк. Моментально всем вакуум дает. Лайт оф Хэйон. Райз оказался вне Коков. Моментально погибает Райз. Есть неплохой шоколшот. Гот, похоже, погибнет. Гот действительно погибает. А Блого Брейн, несмотря на дум, ходит. И получает килинг спрей. Очень мало ХП было у Райза, но... Точнее, не у Райза, а у Вейса. Синдерен выбегает. А здесь его встречает НС. Встречает его Лайт оф Хэйон. Лайт оф Хэйон понимает, что здесь еще можно и Клокорка убить, помимо всего прочего. Клокорка понимает, что, пожалуй, зря он Кокки поставил, но погибает. В итоге Лайт оф Хэйон из-за удачной стрелы. Сложно было не попасть, конечно, в Коках. НС тоже добили. Задержались немного Виртас Пром. Блого Брейн, конечно, успел отбежать. Уже находится на меде, но тем не менее. Клокорка даже добить не успели, то есть, пожалуй, самая большая проблема. Что он потом вернулся, поставил Коги. Всем мешался. Ну и раз-то не было ультимейта, был бы ультимейт. Мастер Пентвордс там буквально 30 секунд было, но смайл. Я даже не успел заметить, погибли он. Так, ну что. 10 тысяч у Виртас Пром. Несмотря на последний размен. 10 тысяч, по-золоту, имеет. Но с 7,5 уже до 5 они скатились обратно по опыту. Ого, вот есть уже Агур Клаб. Сейчас поедет Миферхаммер. То есть, до Блоким Бара осталось не так и долго. Сам 12-го. Ты выглядишь. Рано или поздно получишь 16-й. Синим драконом совладать будет уже совсем сложно. Раста Джанглит хочет доделать, он и гоним. Оставляет обоих крипов, как только приходит Кэри. Так, ну Виртас Пром надо как-то перегруппироваться, но агрессию заканчивать здесь не стоит. Не стоит дать пространство Маус. Поэтому выходит спокойно на мид. Все доступно, в общем-то все ультимейты откатились. Потратили все деньги, закупили слоты, кроме разу, что Блова Брейна, у которого 2 600. И дракону превращается в Гот, начинает плеваться. Нажимается невидимость, но и сейчас начнется. Стоит здесь Сентривард. Появляется Андрейн. Андрейн получает моментальный стан. Блова Брейн вышку уже добил. Надо уходить, Маус им драться больше не за что. Тем не менее, Дум дает Блова Брейна. Клокерк влетает здесь. Попадается с Лайт Эв Кэм. Попадается Смайлом, Лайт Эв Кэм и Скоков. Умудряется дать свою стенку. Умудряется дать вакуум. НС дает свап. В погоне за Клокерком здесь. Клокерка добивает. Мирана ушла, новый ХП. И потеряли только Блова Брейна, который опять получил Думу. И в которую опять сдали, в общем-то, все, что имели. Маус. Разгоняет Года. Выходит Год. Клита. Клита Форстафи спасает. Года привязали прострелив, но Году не страшно. Плюнул вышку на прощание. И надо расходиться. В разминку замечательный был для Вертус Прокерри. Они, конечно, теряют раз за разом. Пятый раз уже погибает Лайфстиллер. Но имеет свой башер, то есть он, в принципе, не прочь. Если в него все будут сдавать. Пока Драгонайт с саппортами всех убивает. Скоро появится Аганима Лайт оф Хевена. Но идут ее убивать. Понимаешь, что что-то не чисто. Лайт оф Хевен телепортируется на базу. Надо готовиться к Рошану. Год идет регенит с маном. Надо забирать Блоким Бар и потом уже на Рошане более спокойно подраться. Конечно, Блоким Бар может выключить ему Дум. Но Дума приоритет Лайфстиллер. Как видно, после драки график немного изменился. 12 тысяч теперь у Верта Справа. По опыту вернули себя обратно к 7,5. Маус. Конечно, есть Яша. Есть Огур Клапа у Юникорна. Фармить на Блоким Бар, но в Тимфайтах столько урона влетает, что драться просто невозможно. У самих урона не так много. То есть, помимо всех сплов. Сплов, конечно, хватает. Сдают Дум, сдают Хукшоты. Есть какой-то Брэйн с Альпом Райз. Тоже достаточно больно. Но когда это все заканчивается, когда все уходит в кулдаун, там уже остается только бежать. НС видит вражеский вард. Год на топе. Пытается всех заманить обратно на базу. Здесь стоит Синдерен. Мид тоже отпушивается. То есть, крашану готовится. Надо отпушить все лейны. Как можно ближе к базе Маус. Ну и по возможности просто загнать их на базу. То есть, перейти, возможно, даже под хайграунд. Попробовать что-то сделать. На варде здесь стоят. Клокер с Бэйном. Про них все известно. Провар знает, но просто старается его игнорировать. Просто не ходит там. Так, не видит прекрасно, кто где находится. Невидимый Год. Пошел. Свапает Клокерка. Сразу же там в Райза. Райза бивает Год. А, ИС. Сейчас все команды добьют. Далк, пукшот. Закрывает здесь НС. НС. Дает ему форстаф. Клокерка спокойно добили. Ну и пошли уже на хайграунд. Судя по всему. Переползает Блобрейн. Блобрейн забыли. Дум показался. Телепортируется. Летит на фонтан. Покупает себе Владимир Слофринг. Ну и здесь ставятся уже ворды. Ворды уже с агонимом. То есть здесь все очень быстро будет защищаться. Пока что фортифай от вышки. Вышка забирает на себя Блобрейн, чтобы не страдали ворды и расты. Вышка упала. Проседает ранжовый барак. Напомнен, не регенится. Год получает стрелу, но стрела очень короткая. Год уже спокойно выходит из тана. Здесь стягивается к вакууму. Пока что ничего не начинается. Но Лайт оф Хэйн сейчас разворот принесет. Лайфстилера. Крит получает стан. Влетает Лайт оф Хэйн. Приносит действительно Лайфстилер. Крит моментально погибает. Думан дать не успел в этот раз. Как раз то, что надо. Думан добили. Юникорн напоследок. Хвостом по голове Драгон Тейлом. Барак добивает. Летает Кокрих на Лайт оф Хэйн. Пытается убивать. Здесь свапает Райза. Райза убивает. С Кокрихом здесь вполне должны справиться. Лайт оф Хэйн до сих пор живет. Год получает даблкил и переходит на ботлейн. Начинает кувырять вышка, танковать. Прохиливается. Урной постепенно все. Ну и вышка сейчас упадет. Только-только сейчас респауниться. Дум. 15 секунд до всех остальных. 20 секунд до Кокриха. Барак можно успеть сломать. Маус здесь даже как-то... Ну, не то чтобы не успели процевеляться. Они успешно весьма ганкли Благо Брейна. Пожалуй, единственный позитивный момент для них в этом матче. На этом истории успех заканчивается. И барак у них падает просто от катапульты напоследок. Находит Энесса. Энесса на стрелу наступает. Сказал, поставить Юникорн, но...